Порядка 150 ресторанов и кафе в Казани выставлены на продажу. Сегодня поговорим о том, как спасти рестораны бизнес-столицы в программе «Главные новости» в студии Тимур Рага. Здравствуйте! Добрый день! В нашей беседе сегодня мы хотели поговорить о итогах вашей встречи в рамках проекта «Бизнес и власть» с предпринимателем на прошлой неделе. То есть руководитель Роспотребнадзора Республики Марина Потяшина встречалась с бизнес-кругами нашей столицы. Как вы оцениваете итоги встречи? Расскажите о том, какие выводы были сделаны по итогам беседы. Действительно, 15 декабря состоялась встреча руководителя нашего управления с предпринимательским сообществом в рамках проекта, реализуемого «Бизнес и власть. Откровенный разговор». Вопросов было достаточное количество. Предприниматели очень живо откликнулись, надо сказать, на это предложение со стороны уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Татарстан. Основные темы, которых касались вопросы, это в связи с посланием президента Российской Федерации минимизация контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса, это реализация федерального закона о запрете табакокурения, вопросы касались части реализации требований технических регламентов Таможенного союза, части реализации отдельных положений санитарных правил, например, в системе общественного питания, ведения регламентированных документов, документации. Также были вопросы по разделению полномочий туроператоров и турагентов при реализации туристского продукта. Ну и несколько других вопросов. По итогам встречи нужно сказать, что все-таки такой формат встречи, он имеет положительное значение как для нас, так и для бизнеса, потому что позволяет проводить, услышать друг друга вот этим двум сторонам, да, этих отношений, участников этих отношений. Вот. Ну и заставляет и нас задуматься о дальнейшей реализации наших полномочий на территории республики, услышать, что волнует бизнес и принять какие-то решения, в том числе и совместные. Так, в протокол этой встречи занесены порядка пяти мероприятий, которые мы запланировали на первый квартал 2015 года, по встрече с предпринимательским сообществом для обсуждения уже узких вопросов. Встреча, значит, прошла достаточно успешно и полезно. Было немало острых вопросов затронуто в рамках данной встречи, среди которых и закон о табакокурении. По разным данным, до 25% прибыли потеряли рестораны и кафе нашего города. Впоследствии введение этого законодательства можно услышать позицию Роспотребнадзора? Да, действительно, вопрос обсуждался. Он достаточно острый и для предпринимательского сообщества, так как они несут финансовые потери, как было озвучено на этой встрече, так и с нашей стороны. Несмотря на то, что закон уже полтора года как действует, на сегодняшний день есть неоднозначные его позиции. Допустим, вопрос был озвучен в части курения электронных сигарет, электронных кальянов, фруктовых кальянов, тогда как федеральным законом установлен запрет на курение табачных изделий. Позиция Федеральной службы Роспотребнадзора такова, что курение электронных сигарет, фруктовых кальянов, оно не запрещено данным законом. В то же время нашим управлением рассматривалась такая позиция, более, надо сказать, жесткая, что сам кальян, электронные сигареты, они воспринимаются как атрибутика табака курения. Ну, для более наглядности скажу, что если человек решил бросить, допустим, курить, и он видит, как другой в его присутствии раскуривает кальян, пусть даже он будет без табачной, все-таки понятно, что даже на подсознательном уровне у человека возникают, вновь вплывают на него те ощущения, которые он испытывает при курении. И мы рассматривали это именно как стимулирование табакокурения. После встречи с предпринимателями мы еще раз для себя рассмотрели этот вопрос, то есть действительно пришли к выводу, что не стоит вот так вот ужесточать, потому что на сегодняшний день судебной практики практически нет ни в нашу пользу, ни в пользу предпринимательского сообщества. Но что хочется отметить, что касается без табачных кальянов, значит, естественно, на эти смеси должны быть у предпринимателя на объекте, где осуществляется табакокурение, сопроводительные документы, подтверждающие то, что это безникотиновая смесь. Должны быть проведены исследования, подтверждающие соответствие этой смеси, что она не содержит табак, и при наших проверках мы уже будем смотреть эти документы. То есть вот результат этой встречи пока таков. Ясно. У нас есть звонок в студию. Напоминаем, номер прямого эфира 511-99-66. Создавайте свои вопросы, мы обязательно на них ответим. Ну и мы готовы принять первый звонок. Итак, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Валерий Александрович. Я вот прохожу по улице Фрунзе, конкретно, Фрунзе-15. Там стоит детский магазин. Все очень хорошо, прекрасно. Но рядом тут же дверь, дверь разливной пива. То есть ребенок даже по шипке зашел в открытую дверь, мне даже трехгодовалый. А мамаша ему молодая говорит, сыночек-то весь туда рановато. Вот в чем парадокс. Вот с этим магазином нельзя ли было вместо разливного пива поставить детское кафе, там в этом здании построить. Фрунзе-15, поедете и увидите сами. Спасибо. Вам спасибо за прекрасный вопрос. Итак, Марина Викторовна, как бороться с такими ситуациями? Потому что нередки случаи, когда рядом со школами стоят ларьки, которые продают ей алкоголь и сигареты. Да, спасибо за вопрос. Что хочу сказать, что ограничение по торговле алкоголем установлено у нас в привязке к данному вопросу только в отношении образовательных учреждений. Школы, детские сады. Расстояние от образовательного учреждения до места реализации алкогольной продукции устанавливается муниципальными властями. Ну, допустим, 100 метров. И здесь уже расстояние измеряется от входа до входа по пешеходным дорожкам. Не по прямой даже. Ну, насколько мне известно, детские магазины не относятся к этим объектам. В то же время, я думаю, что стоит все-таки рассмотреть действительно вот этот вопрос нахождения непосредственной близости. Это вот бара по реализации пива от детского магазина. И мы бы, наверное, были признательны сейчас слушателю, который обратился сюда, в студию, если бы он к нам обратился с письменным обращением. Мы бы со своей стороны приняли определенные меры. В данном случае тоже можно выйти на городские власти, перед ними этот вопрос поставить. Но вопрос действительно заслуживает внимания. То есть вы готовы взять на контроль данную ситуацию? Да, конечно. Хорошо. Но, возвращаясь к теме ресторанов и гостиничного бизнеса, достаточно серьезные суммы теряют предприниматели в итоге введения данного законодательства. Повторюсь, уже порядка 25% от прибыли. И сейчас, после обращения президента Российской Федерации о спасении, в принципе, малого и среднего бизнеса в России в целом, что Роспотребнадзор планирует сделать в следующем году для этого? Понятно, что вы контролирующие органы, здесь у вас руки определенными законодательствами связаны. Ну, какие меры будут вами предприниматься? В честь реализации посланий президента Российской Федерации, что могу сказать, что плановых проверок на следующий год, в данном случае на 2015-й, управлением, как и другими контролирующими органами, был составлен в августе 2014 года. До 1 сентября мы обязаны его предоставить прокуратуру на согласование и на рассмотрение. При формировании плана на будущий год мы, конечно, исходили из принципов рискориентированного планирования контрольно-надзорной деятельности. У нас сфера деятельности очень обширная и в то же время она значимая. В части санитарно-эпидемиологического благополучия населения мы ставим себе целями и задачами поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, которая предотвращает риски для населения. Поэтому в план мы берем те объекты надзора, на которые поступали неоднократные обращения граждан и где эти обращения подтверждались. В то же время деятельность которых распространяется на обслуживание большого количества населения, допустим, это предприятия общественного питания, где массово питается население города, республики. Это промышленные предприятия, которые влияют на окружающую среду. И со своей стороны прокуратуры тоже хочу отметить, планы эти просматривают. На сегодняшний день я знаю, что исключена часть проверок именно после послания президента в отношении малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, исходя из даты последнего проведения проверки, ну и других факторов. В то же время хочу сказать, что в 2015 году в Казани, всем это известно, пройдет чемпионат мира по водным видам спорта, который подразумевает под собой и несет определенные риски как для населения республики, так и для гостей и участников этого мероприятия. Поэтому мы будем все-таки в дальнейшем также осуществлять наш надзор именно для снижения вот этих рисков и предупреждения каких-то негативных последствий. В части внеплановых проверок законодательству предусмотрено несколько оснований, в том числе это по обращениям граждан, и там, где действительно содержится факт обращения граждан о нарушениях санитарного законодательства либо законодательства по защите прав потребителей, конечно, мы проводим внеплановые проверки, и в 70-80% случаев подтверждаются те факты, которые указывает заявитель в своем обращении. Поэтому, несмотря на то, что у нас направлена политика на минимизацию давления на бизнес, хочу сказать, что количество обращений граждан, в частности в наш орган, оно увеличивается с каждым годом. Порядка 10-15% по сравнению с предыдущим периодом. Так, допустим, в 2013 году в наш адрес поступило 10 тысяч обращений в целом управления по Республике Татарстан. Из них порядка 40% послужили основанием для проведения проверок. По 30% были даны разъяснения в связи с тем, что отсутствовали какие-то доказательные материалы в обращениях. И порядка 10-15% мы ежегодно направляем для рассмотрения по подведомственности, тогда, когда вопросы, поставленные в обращение, не касаются наших полномочий. Ясно. Но здесь еще обсуждался на встрече такой момент, что по обращению в Роспотребнадзор некоторые владельцы бизнеса используют как средство борьбы с конкурентами. То есть под видом якобы потребителей данных услуг они обращаются, пишут жалобы, Роспотребнадзор выезжает с проверками и далее уже несут негативные факторы для этого бизнеса. Как в данном случае Роспотребнадзор фильтрует данные жалобы? В настоящее время законодательству не предусмотрены какие-то фильтры. То есть жалобы поступило, нужно ли они ответить? Да. Мы обязаны отреагировать на каждое обращение, поступившее в наш адрес, даже на анонимное. То есть если в обращении содержатся факты нарушения действующего законодательства, мы обязаны их рассмотреть, как я уже сказала, в целях именно предупреждения какой-то негативной ситуации. И обращения мы рассматриваем именно от жителей, от граждан. На сегодняшний день у нас, опять же, не регламентировано установление, подтверждение того, что этот обратившийся человек действительно существует, что действительно там Иванов Иван Иванович поживает по такому-то адресу. То есть у нас нет таких полномочий, не предусмотрены они. И понятно, что мы рассматриваем все обращения. Но действительно, особенно в той части, что я уже сказала, что они еще и подтверждаются. Спасибо за ответ. У нас есть еще один вопрос от телезрителей. Итак, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Планирую открыть свой бизнес, хочу открыть парикмахерскую. Какие-то разрешительные документы из вашего ведомства нужны или нет? Спасибо большое за вопрос. Но вообще в целом о процедуре открытия бизнеса в данном сфере. Какие этапы должен пройти, в данном случае предприниматель, в сфере взаимодействия с вашим органом? На сегодняшний день предусмотрен уведомительный порядок о начале осуществления того или иного вида предпринимательской деятельности. То есть если раньше предусматривалось то, что наш орган, либо какой-то другой контролирующий орган давал разрешительный документ, подтверждающий соответствие, на сегодняшний день в рамках презумпции добросовестности предпринимателя, он должен только нас уведомить о начале осуществления того или иного вида предпринимательской деятельности. Роспотребнадзор принимает уведомления по 65 видам работы и услуг, которые оказываются предпринимателями и установлены постановлением правительства. Данный вид государственной услуги, который оказывается управлением Роспотребнадзора, предусматривает только заявление предпринимателя о начале осуществления без приложения каких-либо документов и каких-либо согласовательных процедур проведения. Также уведомление может быть подано в электронном виде. Вся информация представлена на нашем официальном сайте управления Роспотребнадзора, 16.роспотребнадзор.ру. Если кого-то заинтересуют предприниматели, могут обратиться к нашему сайту. И в рамках соглашения с многофункциональными центрами данная услуга также оказывается в многофункциональных центрах по принципу единого окна. То есть предпринимателю необходимо просто уведомить Роспотребнадзору о том, что он собирается вести данный вид деятельности. Совершенно верно. Но и опять же, уведомляя нас, он сообщает не только о том, что он открыл тот или иной объект и осуществляет тот или иной вид деятельности, но и уведомляет о том, что он ознакомлен с требованиями, предъявляемыми к осуществлению данного вида предпринимательской деятельности, и заявляет о том, что он все это соблюдает и предусматривает. — Ясно. Итак, мы бы хотели вернуться к теме голосования в нашей группе «Медиаканал ФР24». Мы просили наших телезрителей ответить на следующий вопрос. По вашему мнению, что мешает успеху предпринимателей? Есть три варианта ответа. Высокие налоги, внеплановые проверки, что касается непосредственно вашей деятельности, и безграмотное ведение бизнеса. Пока лидирует именно этот вариант ответа, хотелось бы услышать вашу позицию. Действительно ли проверки абсолютно не влияют на успешную деятельность предпринимателей? — Я бы пошла от обратного, от третьего варианта ответов, который наибольшее количество голосов собрал, — это безграмотное ведение бизнеса. Я думаю, что в этой формулировке заложено и в том числе соблюдение каких-то требований, рекламентированных законодательством. И в случае, если опять же эти требования не соблюдаются, тогда уже это приводит и к обращениям граждан, и к проведению внеплановых проверок. Внеплановые проверки мы проводим не только по обращениям граждан, но и по поручениям правительства Российской Федерации, по требованиям прокуратуры республики и в городах и районах, по выполнению предписаний об устранении ранее выявленных нарушений. И, ну, возможно, конечно, внеплановые проверки они как-то и обременяют бизнес, но то, что мы приходим, и мы это довольно-таки часто слышим от предпринимателей, еще и слова благодарности, когда в рамках проверки они понимают, как нужно вести бизнес для того, чтобы не было каких-то посредствий для окружающего населения и обслуживания населения. То есть здесь положительные факторы тоже имеют свое место быть. Хорошо, я бы хотела тогда вернуться к теме еще обращения граждан. Какие основные направления, с какими основными жалобами обращаются граждане в Роспотребнадзор? Потому что вы сказали, что у вас достаточно широкий спектр услуг. На что чаще всего жалуются жители нашей республики? За 9 месяцев в наш адрес поступило около 8 тысяч обращений жителей республики и не только жителей республики, но и других регионов, которые воспользовались услугами на территории нашей республики. Из них примерно 30% составляли обращения на нарушение требований санитарного законодательства, основную часть из которых составляют вопросы по качеству продуктов питания, по качеству питьевой воды. Максимальное количество вопросов в этом блоке касается условий проживания. Опять же, от деятельности кафе, ресторанов, которые располагаются в встроенных, пристроенных помещениях на первых этажах жилых домов. То есть превышают уровни шума, проникают какие-то запахи от деятельности ресторанов. И в основном, конечно, вот эти вопросы по санитарному законодательству. Но большее количество обращений, это порядка 70%, касается защиты прав потребителей. Опять же, здесь можно выделить такие блоки, как реализация товаров ненадлежащего качества, как продовольственных, так и непродовольственных, сложно-технических товаров. Проблемы с невозможностью урегулировать в досудебном порядке вот этих споров с продавцами данных товаров. И в текущем году возросло количество обращений по вопросу оказания финансовых услуг порядка 80% больше, чем в прошлом году. Это заключение кредитных договоров, это навязание страховых услуг при заключении кредитных договоров. Ну вот основная часть обращений, конечно, касается озвученных мной проблем. Ясно. Ну а в процессе непосредственно взаимодействия с Роспотребнадзором я бы хотел узнать, так сказать, воспользовавшись служебным положением. Допустим, я проживаю в доме, где у нас располагается пункт общественного питания, от которого, как раз вы говорили, проникают постоянно посторонние запахи, появляются различные насекомые, непосредственно жалобы в сам ресторан, они ни к чему не приводят. Как в данном случае действовать нам, жителям данного дома? Жители данного дома могут обратиться к нам с обращением в писанном виде. Мы проводим непланную проверку, либо административное расследование возбуждаем, то есть этот механизм мы тоже используем, предусмотрен действующим законодательством. В случае подтверждения фактов, то есть если это жалоба на повышенный уровень шума, проводится измерение уровня шума в квартире, в жилом помещении, если это какие-то посторонние запахи в жилых помещениях, то специалисты смотрят разобщение вентиляционных систем, то есть от объекта общественного питания должна быть автономная система вентиляции, которая ни в коем случае не подлежит подключению к общедомовому вентиляционному каналу. И выведена она должна быть выше уровня крыши, не менее чем на 1 метр. Кроме того, по объектам общественного питания, санитарные требования содержат такое требование о разделении еще и системы канализации, то есть должна быть канализация общепита отделена от общедомовой системы канализации. В случае, если ваши опасения не подтверждаются лабораторными методами, по документам мы видим нарушение, значит даем мы предписание, принимаем меры административного воздействия, контролируемо исполнение предписания, и если мероприятия либо не проводятся предпринимателям, либо они неэффективны, и в случае ваших повторных обращений в наш адрес, у нас предусмотрена такая мера воздействия, как подача исковых заявлений в суд с требованием о понуждении к исполнению санитарного законодательства в данном случае. То есть суд рассматривает данное наше заявление, признает, что действительно действия юридического лица или предпринимателя противоправные, и обязывает их устранить в определенные сроки эти нарушения. В случае, значит, если и это не помогает, предусмотрена также такая процедура, как запрет конкретного вида деятельности в конкретном объекте. В рамках Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 1065, то есть здесь мы уже обращаемся в суд для того, чтобы вынес запрет на отшление этой деятельности. Этот запрет постоянный, что в данном помещении, допустим, не может отшлять деятельность кафе. Ясно. У нас подходит к концу эфирного времени наша программа. Хотелось бы подвести небольшие итоги. Впереди нас ждут массовые покупки перед Новым годом. Какие-нибудь советы нашим покупателям, чтобы потом не приходилось хвататься за голову и обращаться в Роспотребнадзор? Советы покупателям в части пищевой продукции, что это действительно актуально в период предновогодний и перед празднованием Нового года. С полок магазинов действительно будет все сметаться. Необходимо, конечно, в первую очередь смотреть на маркировку продукции в части изготовителя, в части состава, что содержится в той или иной баночке или в том или ином продукте. И прежде всего на дату изготовления и сроки годности. В части непродовольственных товаров, конечно, необходимо оценивать свои покупательские способности. Нужен ли вам этот товар для того, чтобы вы его купили и завтра на полке он у вас не валялся за ненадобностью. Ну и более тщательно проверять при выдаче вам товара в момент покупки его характеристики, его свойства, надлежащие качества. Марина Викторовна, спасибо вам большое за беседу, за то, что вы приняли участие в нашем диалоге. На этом мы попрощаемся с нашими телезрителями. Это была программа «Главные новости». В студии был Тимур Рага. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин